Государственный музей спорта представляет цикл программ герои белых олимпиад Если бы спортсменка сделала второй, ее бы дисквалифицировали Но, к счастью, этого не случилось Проходя дистанцию, Светлана Бажанова слышала, как болельщики кричали Ей главное не упади, только не упади Она видела, как до нее упала при прохождении этой дистанции спортсменка из Германии И в голове крутилась лишь одна мысль – только бы не упасть Конькобежка блестяще прошла дистанцию и установила новый олимпийский рекорд Став лидером сборной, Светлана Бажанова стремилась улучшить свое мастерство И пыталась добиться у руководства разрешения тренироваться с сильнейшими На тот момент конькобежками мира А не с молодыми девочками, которых только недавно набрали в сборную Даже после свадьбы с известным конькобежцем Вадимом Саютиным Она не дала себе отдохнуть На следующий же день улетела на сборы Но веселую свадьбу спортивной пары запомнил весь Челябинск Под проливным дождем жених и невеста катались по городу на роликовых коньках Укрывшись белым зонтом Светлана Бажанова всегда мечтала заниматься фигурным катанием Но этот вид спорта занимает гораздо дольше времени, чем коньки Поэтому родители решили отдать дочь в конькобежный спорт Как раз в это время ее отец, заслуженный тренер и мастер спорта По конькам открыл спортивный класс, куда и записал Светлану Большинство специалистов невысоко оценивали шансы российской команды На Олимпийских играх 1994 года Потому что с распадом СССР Система государственной поддержки спорта в стране оказалась в тяжелом положении Однако наша сборная завоевала наибольшее количество золотых медалей И заняла второе место в неофициальном командном зачете по общему количеству медалей Совсем немного уступив хозяевам игр Государственный музей спорта Хранитель спортивной истории